добрый день сегодня я опять хотел бы вернуться к теме по золотой политики то есть по поводу несколько я передач как бы сделал по поводу сделок по золоту поэтому я хочу несколько сейчас немножко такой может быть я утомил на такой решающий момент поэтому я как бы опять хотел вернуться к этой теме но на сегодня я как бы провел 8 сделок на байт то есть на покупку все они успешно то есть на продажу целую я как бы не делал и какие-то какие не отрицаю что это можно было бы делать но это надо отслеживать а я такой возможности не имею потому что должен отвлекаться там на дела вот и где-то 18 августа я прекратил делать сделки потому что тренд это надо знать сороса он не может без каверс и как бы тренд развернулся и пошел вниз я думаю что это как бы временная временная ситуация что все же он опять таки развернется и пойдет вверх но за еще что я зачем неблагоприятных условиях так сказать пробовать чего-то выцепить когда можно дождаться более благоприятных условий и не горячиться как говорил суворов будь осторожен и предусмотритель вот особенно это надо как бы учитывая фигуру сороса быть осторожным почему потому что везде где он появлялся ли не люди либо нищие либо вообще там них здоровье их нанесен кто убит кто что но там возьмем это вот это страны где он там побывал ну бандерляндия так сам 50 тысяч убитых так вот это его письмо перехвачено где он там советуют вальцману что и не надо откровенно говорите надо действовать там путем обмана и прочее вот хотя вот это как бы вот с крыльях вот это письмо кто-то его может не верить я например абсолютно ему доверяя потому что это вот как бы во многом стиле этого к вареному человеком вот мы имеем так же ирак весьма там конечно возникло это государство игил там которые могут сказать что американцы там борются там сирия и диван можно сказать весь нефтедобывающий комплекс везде он побывал и можно сказать что американцы с этим борются ну по большей части я думаю что через как был турции другие такие источники не получают просто очень дешевые нефть так сказать обрушивая рынок нефти так сказать и как бы планирую тем самым ну как бы и нанести такой удар как бы по россии так сказать потому что к сожалению наши коммунисты мало что еще производят потому что да есть такой вот она писала села станется ослом хоть ты осыпь его звездами где надо действовать умом он только хлопает ушами вот это полномеренно к нашим чиновникам кпсс ником наверно можно отнести есть может быть люди которые стараются к сожалению их очень крайне так сказать мало вот и как бы вот учитывая что вот этот человек я немножко так познакомлю чтобы не особо почему потому что у сороса ведь вы учтите что там работает целый штат сотрудников хотя нам-то внушали что ему просто повезло дай-дай фигня это высококолластные сотрудники которые все это размышляют все это наши как бы ребята который играет на финансовом рынке они к сожалению часто не все многие но не мыслят как сергей михеев вот есть такой политолог а я думаю ведь мы запросто в интернет-сообществе могли бы создать противобес команды команды сороса и как бы к немалой выгоди тогда можно и даже и нападение вычисляя просчитывая вот эти вот моменты и как и на поднятие рынка так и на подъеме так сказать выигрывать в обоих направлениях вот и тогда деньги бы доставались не сороса нам а пока вот к сожалению сорос набивает сундуки вот как бы восемь сделок подряд конечно может быть это скромный результат ну я надеюсь что я немножечко подсовершенствую продумываю какие-то механизмы вот ну чтобы вы понимали кто ваш противник данный случай какой-то высококлассный такой сказать если не злодей то скажем так злой человек нам то вы должны представлять что везде себя позиционирует как спонсор хороший человек то пятое-десято но в то же время это его так сказать внешняя личина как будто ну а на самом деле то это человек ну вот именно такие люди расставили вокруг чубой с где-то 200 сотрудников американцев как американцев думаю что большая часть это работники центрального разведывательного управления может другие разведывательные какие-то другие подразделения там мы не будем вдаваться которые всю экономику смотрите последовательно довели до такого ущерба сопоставимого с войной там может быть первомировой или второй мировой так сказать вот пользуясь какими-то произнося глупые речи иностранные слова сиквестор изображая из себя каких-то умных экономистов хотя какой экономист может быть из за редактора из этой пустой газеты правда коммунистической из коммуниста чубы со 70 года я не понимаю как это вот можно было это американца вот может они считают что среди коммунистов самые лучшие так сказать так сказать экономисты вот во многом американская я потом коснусь она стоится тоже по такому командно-административному коммунистическому такому строению там федеральная резервная система и так далее ну и вот смотрите вот видите а он в этом трудном положении вдруг начал раздавать гранды эти гранды то подачки небольшие а вы подумайте сколько наши нищие доведенные коммунистами до голода которые спелись с америкосами начали писать язык чтобы хоть где-то как-то продолжить свою потому что это часто были святые люди которые работали за какие-то 100 рублей на этих коммунистов они начали еще над ними издеваться издавать законы что за патент они этот нищий ученый должен платить такие деньги и все это я думаю создавалась именно господином соросом это диктовалось как им делать что им делать часто это брались вот эти вот все иностранные переводы еще плохо переведю все отпускалась дело ну и подумайте а сколько ученых которые присылали хорошие разработки никаких грандов и послал но ведь сора стоит все читал сюжета брал все это вообще так сказать что американская что сандеповская наука это так сказать такой сборище плагиаторов что во многом американская то то же самое может чуть меньше а может и такая же американцы без зазрения совести берут все что те вам нам бы наверное слышали викиликс разоблачение как они прослушивают всю коммерческую информацию меркель говорит ну ничего страшного что у нас крадут технический торговый секрет это молния наносит германии колоссального там вреда все хорошо америка наш друг все замечательно но вы подумайте поток вот этих нищих ну нищих ученых которые выехали за рубеж конечно нашем экономике нанесена колоссальный ущерб я не говорю там что 500 тонн оружейного полтони эти люди вы вывезли ну в общем конечно достаточно вот такая шахматная партия была возьмите то как именно вот этот тифон де сороса создавали вот эти вот учебники в бандерлянде они вот это 23 года вдалбливали вот этим нашли вот иван грозный то в галицию свозил умственно неполноценных людей вот и вот там это особенно проповедовалось и мы имеем результат это вообще когда всякую чушь там что русские там монголы что на ненавидите ну там и прочих бред не так сказать эти американские то же самое описалось вашингтон пост поддерживались вот эти вот идейки то есть это человека такого глобального мышления не просто как бы деляга который взял но то поскольку вот вроде как бы он сейчас играет против доллара против евро потому что для него своя рубаха ближе к тем как умный так сказать экономист он просчитал что и и сша и европа они взяли себе непомерную тяжесть особенно вообще-то переложили это на европу тому сша у нас 27 миллиардов оборот с европой 480 миллиардов и конечно несет тяготы вот этой экономической войны европа но все равно и экономика европы взаимосвязана соединенными штатами часто и диктуется сша вот сейчас это речь байдена по наглости которая превосходит что мог не пойдется европа без газа так сказать что давайте будем возить газ из сша по космическим ценам да там скажем развалить там в общем понятно у меркели свои интересы и не интересен южный поток и но она в общем-то не против как бы северных потоков потому что это идет и все ей через нее пойдет газ там нефти как бы очень устраивает так сказать вот в общем она не рассматривает сейчас может на нее какое-то давление будет оказанного обычно она всегда уступала не знаю сейчас сможет она противостоять но и единственное что конечно промышленные круги западные западные германские могут на нее оказать давление она может с ними посчитаться это не те мальчики которых можно простых налогоплательщиков вытирать ноги и кормить искать сказками добрый бандерляндии которая там принесет не сжигание там домов профсоюзов там или что-то еще а пока благо для германии для европы что бандитов ну давайте запустим давайте там сделаем безвизовый режим если на юго-востоке они грабят насилуют убивают то естественно в германии они будут торговать цветами там еще какие-то добрые вещи там с точки зрения эйкет там других это нормально то есть вот надо понимать что противник сверхсерьезный и я думаю сейчас будет создавать некоторую панику панику что будто долгосрочно долгосрочному золото там падает падает в цене вот так оно и будет сто лет но я думаю что это не так вот сейчас этот процесс вот видите да последние вот уже с 23 23 августа по 26 вы видите да ну казалось бы кошмар такое падение да но если мы вот видим несколько другой график да так вот 20 вот с 23 по 26 вот видите какое казалось бы кошмарное падение да чему и там скажем и прекратил с 18 вот ну если мы вот посмотрим другой например график да то мы видим что никакого-то кошмарного так сказать падение нет есть вот если забрать его с января до 16 года то мы имеем превалирование конечно роста 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 цены золота на несмотря ну вот тут тоже провал был за вот дело в том что какой-то мере тут еще играет такое значение что вот рост вот золота да допустим с 22 ноября да и вот тут она достигла грубо говоря 1330 1340 ну скажем так да нет больше 1360 да ну в общем все это вот видите не достигла еще максимумов которые у нас были в 2014 году 16 ноября да там у нас да и конечно какой-то вот одна этих психологических барьерах можно конечно ну и вот самый-то конечно пик у нас был так это вот где-то 2011 год май да вот смотрите тут мы еще даже не дошли вот в основном здесь вот какие-то барьеры точки сопротивления так сказать выстроились до вот мы еще не дошли до вот этих моментов ну вот я часто я вот эту идею это выдвигал по печатанию золотых денег да вот ну конечно на где на наши членливые членуши обратят внимание вот я там слушал как бы касьянова ну там излагал там что вот тогда вот при мне был рост то это выросло 5 10 пожалуй ты знаете как человек объективные я с ним соглашусь что да был по сравнению вот с 1917 года коммунисты все время болтали но было только хуже при касьянове действительно произошел некоторый рост так сказать роста благосостояния вот этого не было ни при примене в макове вот этого который там все это там туфта никто не сказал вот примаков вот как коммунисты его двигали его то что реально что было что кто что там кто-то гектар земли получил или что какие блага да никаких ничего не было но вот при касьянове почему-то коммунисты там и тогда еще окрысились вот такая вызывала ненависть какой-то ростом действительно пенсии так далее вот но вы знаете с одной стороны я считаю что все таки у путина не было выбора как не убрать его когда он открыто выступил за ходорковского вот сегодняшнего этого бандеровцы да когда он начал слелить слезы по человеку который вот сейчас значит охранник которого в день рождения убил мэра нефтьюганска до человек который объявил голодовку что его рабочий там не получает там и я и речь идет о мире петухом ну понятно господин ходорковский главный спонсор кпсс да какие даже зюганов лила слезы что год невинный человек сидит там понимаете о петухове он там слез не лил а вот о ходорковском ну вот сегодня благодаря усилиям касьянова благодаря усилиям зюганова вот этот человек вместе с бандеровцам помогает бандеровцам убивать там 50 тысяч человек убит а на юго-востоке да будто на как бы результат вот ну и я хочу сказать то конечно наши люди не избалованы в этой жизнь живущей какой-то нищете вот этой спарта какие-то не спартанских а вообще каких-то нищенских каких-то условиях да они конечно были рады и очень малым но вот тут у этого чиновника у него не хватило ума просто взять россия добывает очень существенное количество золота переведи это все в монету это я вот там подробно излагал не вот это вот глупая это можно было де вообще сделать с 1917 года вообще ну как бы от металлических денег начало отказа ну как бы делать поворота бумажные деньги екатерина умная царица но понимаете у нее было две войны тяжелейшие и финансово не хватило денег конечно и приходилось крутиться выкручиваться у нее уже пошли бунты голодные там вот восстание там пугачёва там и ты другие вот где людям там уже перестали платить и у них и получается и выхода то не было как вот но это вот это было в условиях войны а вот что ну вот смотрите господин касьянов вот он где мог еще 1 января 2004 года сколько там золото там на 345 да чуть больше так ну допустим так 400 ладно возьмем там круглим 400 а сейчас у нас уже вот даже на час на 1323 чуть больше да вот вот они цифры вот они то что мы теряем на головотяпстве вот всех этих касьяновых силуяновых знаете там кудри не понимаете которые не могут как бы тонко реагировать на экономические какие-то вещи а ведь скажем понимаете кроме меня еще может найтись масса людей которые могут либо предложить тоже интереснейшие тончайшие ходы в экономике но мы к сожалению имеем то что имеем вот эти вот разлагой станет тех же касьянов ну вот я чуть-чуть улучшил вот я герой вот раз по давайте мне все давайте я это все отнесу америка ну после вот этих вот вещей я конечно думаю что просто немыслимо его возвращение это мы ни за какие конфетки ни за какие пирожки печеньки не можем там согласиться на приход вот это было бы безумие понимаете и не надо преувеличивать те вот блага которые какие-то были при нем реально но гора родила мышь скажите сколько мы ходите после этого касьянова производим да вот этот прыгнули цены я смотрю вышки прыгнули в двор но вы не можете коммунисты сделать компьютерную мышку то который там проводочки какая-то фигня просто столь несложное техническое устройство и это же вы могли сделать а мышки мы выпускаем сами ну компьютеры ладно пол но гора и буквально в смысле касьяновской не родила и мыши чего ты чё ты произвел то вообще ну надо было же не только думать я еще коснусь вот этих экономических вопросов ну в общем я как бы я сейчас там приведу таблицы таблицы там приведена до вот этих как бы сделок до чтобы это было наглядно да вот короче я все же остаюсь вот сторонником что он когда мое мнение что все-таки надо дождаться роста тренда да и все таки буду делать ставки на потому что объективно золото и даже в техническом отношении она приобретает все большее значение потому что я думаю что в освоении космоса где длительные полеты где такие воздействия этот не химически активный не подвергающийся никаким деформациям так сказать элемент он будет играть все больше большее значение так сказать тех и даже технической не только как какой-то драгоценный металл вот на сегодня все чтобы не переутомлять вас как бы будем отслеживать потом может быть вернемся к этой теме а а а Продолжение следует...